Привет! С вами Фруктовый Мастер. Меня зовут Роман и сегодня будем с вами учиться делать гоночную машину из фруктов. Ни разу не пробовал делать эту работу, но мы сейчас попробуем и посмотрим, что из этого получится. Для этого используем банан, желательно длинный, также понадобится груша, мандарин и виноград, темный и светлый. Также будут у нас необходимые деревянные палочки зубочистки. Так, с чего начнем? Сейчас мы банан превратим в машину. Для этого отрезаем банан следующим образом. Немножко спереди, немножко на две трети сзади, то есть вот таким вот образом. Отделили две трети. Так, спереди тоже с небольшим уклоном внутрь, то есть именно внутрь, можно побольше. И сзади тоже с уклоном внутрь. Это наша основа автомобиля. В автомобиле у нас еще будут колеса, но сперва мы посадим туда тот, кто будет управлять им автомобилем. У нас будет гоночный мандарин. Так, а место под мандарин мы выберем по центру. Ножом делаю небольшое углубление в кожуре, на размер, в длину по вашему усмотрению. Вот, достаем. В ширину главное, чтобы влез, у меня маленький мандаринчик, чтобы туда влез. Соответственно, для этого я здесь еще извлеку немножко мякоти. Также напоминаю, что мы все делаем, как правило, обычным кухонным ножом маленьким, чтобы не утверждать себя в поиске специальных инструментов, а просто можно было прийти на кухню и все сделать. Так, вот мы освободили мякоть под наш мандаринчик. То есть, вот, вылезает. Сейчас мы его доделаем. Нам понадобится здесь сделать два глаза и рот. Собственно, вот два глаза это будет два углубления. Тоже вот я кончиком ножа делаю такие вот похожие на кружки отверстия. Глаза, поскольку у нас будут большие, поскольку это будет гоночная машина. Так, и мы сейчас туда заполним мякоть от винограды. Здесь, соответственно, делаем такие же углубления. Желательно делать круглой формы, если не получается, то можно достать и немножко подровнять. Пробуем. Вставляется. Так, первый глаз более меня встал. Сейчас еще один. Так. Все освободили. И вставляем. Так, поджимаем, чтобы у нас все на месте было. Так, глаза готовы. Сейчас делать надо вот. Вот. Вот будет у нас просто открыт. Он будет. Вот. Так вот. Как кто-то будет увидеть. В общем, очень изумленный мандарин. Мы сейчас примерим. Так. Вроде смотрится. Так. Осталось его закрепить. Я использую две зубочистки. Просто их сюда насаживаем. Если сделать углубление побольше, можно поставить и без зубочисток. Так же. Теперь мы сделаем у машины колеса. Для этого нам очень важно взять... Вот я использую грушу, поскольку она... Я специально нашел такую очень-очень жесткую, незревую грушу. Также вместо нее подойдет киви. Тоже бывает. Очень неспелые киви. Такие твердые. Они как раз в качестве колес подойдут очень хорошо. От груши я буду использовать максимально узкое пространство. То есть вот. Вот эту часть. Нам понадобится четыре колеса. Два спереди. Вот они будут у меня чуть-чуть поменьше. Ну и два сзади, соответственно поставим чуть побольше. Вот если брать киви или взять две груши, то колеса будут все более-менее одинаковые. Так вот. На передних, на задних. Сейчас с помощью зубочистки я их установлю. Так. Главное это примерить так, чтобы они у нас встали на свое место и по возможности еще функционировали. Насаживаем одно колесо на зубочистку. Так. И второе. Насаживаем на зубочистку. Так. Колеса стоят. Вот они ездят у нас немножко. Так. Осталось поставить задние. Вот у нас такой будет. Совсем лоночный автомобиль. Сегодня будут большие колеса сзади. Даже может быть чем-то нащий трактор. Вот. Машинка немножко ездит. Сейчас мы сюда еще вставим две фары. Это будет зеленый виноград. Мы его нарежем просто пополам. И устанавливаем спереди как два осветителя. Так. Берем зубочистку. И разделил пополам. И вот по каждой палочке вставляем под каждую фару. Сделали наши фары. Установили гонщика-наездника. Так. Давайте еще наездику. Сделаем небольшую шляпку, чтобы не продуло. Для этого темный виноград пополам. То есть вот мы одну половинку освободили. Так. И еще козырек под кепочку. Еще понадобится еще срез винограда небольшой. Так. Буквально пол-кольцо. Вот мы вот так вот сейчас поставим кепку ему. Закрепим немножко. Так. Вот так вот. Все. Водитель в кепке на машинке едет по своим делам. Так. Более-менее едет. Если еще поработать над колесами, специально подобрать, чтобы у нас все колеса были одинаковые, ровные, то машина проездит и больше. Так что пробуйте. Пробуйте делать подарки не только для маленьких детей, но и для мальчиков постарше. Это будет весьма интересная работа. И также, если есть желание, делайте и выкладывайте свои видео, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание. С вами был Роман. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова